Здравствуйте, меня зовут Иван, я спасатель Владивостокского поисково-спасательного отряда. Наш отряд специализируется на поиске и спасении на водных объектах, то есть летом это вода, зимой это лед. Также мы дополнительно участвуем в лесных пожарах, наводнениях, ликвидации наводнений, поезд завалах, ликвидация последствий ДТП, вскрытие дверей. Отряд наш находится на Русском острове, имеет в наличии различную технику, как тяжелую, наземную, так и катера, лодки, в общем водную технику. У нас в отряде присутствуют водолазы, кинологи, альпинисты и представители многих других профессий. У тебя получается это МЧС? Да, МЧС. У нас получается, то есть есть городская служба, она принадлежит именно муниципалитету, есть краевая служба. Я служу в федеральном отряде, то есть мы выезжаем как на рядовые выезды, но это пореже уже, после городских там. А вообще обычно это по региону, по Приморскому краю. Выезжаем, например, если у кого-то родственник там погиб или нужно кого-то спасти. Также мы вылетаем на ЧС федерального уровня, то есть обычно это по Дальнему Востоку и за границей. Вот конкретно в вашем, получается, отделении, да? То есть оно состоит из... То есть основу составляют спасатели, также есть начальник зам, начальник материально-технического обеспечения, врач, завсклад, кадры, ну, бухгалтерия кадры. Сейчас у нас будет реструктуризация, поэтому останется только спасатели и начальство. То есть происходит сейчас сокращение. А чем обосновывают? Ну, не то что сокращение, а скорее реструктуризация, ребрендинг или что как-то назвать. Задолго сложилось так, что было наше региональное, как региональное правительство в МЧС и было главное управление, то есть средства, так скажем, не могу сказать точную причину, но могу лишь только предполагать то, что средства перераспределялись по мнению центра неправильно и команды отдавались неправильно. То есть по их мнению, если все централизовать, под главное управление будет работа делаться эффективнее, средств будет затративаться меньше. Ну, собственно, я так полагаю, что они видят именно так. То есть, по большому счету, люди останутся? Рядовой состав останется, администрация сократится. А, ну, это, я думаю, да, как раз-таки борьба с бюрократизацией. Да, по всей видимости. И вот как происходит рабочий день? Какие условия труда? Есть ли переработки какие-то, оплачиваются ли? Получается, заступаем мы сутками, то есть сутки через четверо работаем. Также у нас, так как не хватает часов, у нас ставят восьмичасовой рабочий день. То есть восьмичасовой рабочий день в сутки и трое суток отдыхаешь. День сам, конечно, есть расписание, но так как, сами полагаете, то, что профессия, она предрасполагает тому, чтобы будут какие-то незапланированные мероприятия. И ставятся обычно какие-то задачи, то, что там, по поддерживанию порядка на базе, техники, инструменту, личных вещей, то есть амуниции, там, комбинезоном, ботинком, фонариком. В общем, от А до Я, скажем так, для того, чтобы тебя позвонку могли дернуть, и ты мог в полной боеготовности, ну, как оказать там нужную помощь. То есть если поиск, значит поиск, если спасение, значит спасение. Переработки бывают, если вдруг вызвали смену, и она до передачи смены, она не успела приехать на базу. То есть это уже считается переработка в нашем случае. Бывает, что в командировку, опять же командировка, это опять же идет переработка. То есть в командировке ты работаешь 8 часов, то, что перерабатываешь за эти 8 часов, тебе уже как бы в табель идет. Какая-то вредность? Вредность, да. У нас прописано это как в другом договоре, так же и приказами МЧС. То есть если мы работаем в жару, больше 30 градусов, то идет доплата. То как не работать мы не можем в это время. Если у нас идет также работа при лесных пожарах, тоже опять же риск для жизни. При наводнениях, если имеется риск для жизни, и он доказан, то опять же идет доплата. Насчет переработок. Если мы обычно перерабатываем, то нам дают выходные. Ну, вот эти 8-часовые рабочие дни, собственно, их закрывают выходными, стараются. Так как сутки не имеют права тебя освободить от суточной, то дополнительно имеют права. Доплаты, конечно же, нет. Когда-то раньше говорят, легенда, что была, но сейчас нет. Только выходными, да. Может быть какие-то там дополнительные пайки существуют? Нет, льготы убирают, по крайней мере у нас. Ходят слухи, что в погонных отрядах, то есть мы-то именно вольный найм, а у погонников сохранили, например, перелет по стране, а у нас его нет. Оставили на Сахалине, на Камчатке, ну на дальних регионах. Мы как бы дальним регионом не считаемся, поэтому у нас это убрали. Квартира, опять же, только служебное жилье имеешь право получить, но, опять же, ограничено, то есть те, кто пораньше устроились, они, ну, получили. Сейчас его получить гораздо труднее, потому что нужно посидеть старых спасателей. А что значит погонников? Есть, так скажем, если брать само зарождение МЧС, то оно начиналось с отрядов именно горных спасателей. Те, которые в горах, это там на Кавказе особенно, у них-то распространено. Туристические маршруты, там сидели свои отряды, как добровольные. Вот, если тургруппа где-то потерялась, то они выходили на поиски, знали примерно, там, по участкам поделено у них было, знали примерно, на каком участке группа должна была потеряться, где она не вышла на связь. И вот они обладали самым большим опытом. Это вот именно вольный найм. Дальше в службу МЧС добавили гражданскую оборону. Это самая, наверное, огромная организация. Это бывшие военные, все-таки они обеспечивали бомбоубежища, склады и так далее. На случай особенно ядерной войны это все было у них очень развито. И также добавили из МВД, перевели пожарных. Понятно. То есть военные, получается, вот это есть погонники, а вы считаетесь гражданскими. Пожарные тоже есть погонники, то есть специальные пожарные части, они под погонами. А те, которые были раньше, вроде как дружины пожарные, то есть добровольные, недобровольные, они без погон. А в чем отличие вообще? То есть у вас идет, как бы, вот у них служба, а у тех, кто без погон, это более... Тоже служба, тоже полувоенные, отличаются льготами, и тоже не совсем большими, выслугой, пенсией, и отличаются, как сказать, ну, те, кто служит при погонах, они больше обязаны, нежели мы. А вот, ну, сама же работа эта, ну, достаточно и тяжелая, и опасная. Как, скажем, вот, женщины там присутствуют в составе? Ну, в целом, как говорят пожарные, работа, как работа, как пожар, хоть увольняйся. Женщины у нас берутся только на роль кинологов. То есть для того, чтобы женщине работать спасателем, ну, наверное, уровень, степень доверия не та. И не каждая, далеко не каждая женщина сможет работать, потому что это может быть и работа, как в холодной воде, там, по грудь, по пояс, по колено, с разными сроками. Также это могут быть и пожары. Ну, я говорю именно про федерального уровня ЧАЭС. Также не у каждого, ну, не у каждого там справляется психика, потому что одно дело, когда человек уже мертвый, другое дело, когда человек живой и мучается. Не у каждого выдерживают нервы. Вроде как говорят, что у женщин психика более устойчивая, но, как говорит практика, если мы, например, берем тот же самый женский батальон, да, в имперское время, то они очень часто при обстрелах давали заднюю, начинали истерить, поэтому степень доверия к женщинам в этом плане, она занижена. То есть женщина есть, но в основном кинологи. Да, да, на роль кинологов берут, ну, либо в администрацию. Сама структура МЧС, она разделена на разные отделы. То есть кто-то там выезжает на пожары, да, кто-то спасает какие-то, что-то с водой связанное, да, там, запотопы какие-то. Ну, скажем так, у нас, как оно, выражение это, и кто-то там из специи на Дуде и Греса забыл. Много профиль, многостаночные. Да, у нас именно многопрофильное, и для того, чтобы повышать свою квалификацию, тебе нужно получать профессии, то есть механик, промышленный альпинист, водолаз, кинолог, специалист по ремонту оборудования и так далее и тому подобное. Сварщик, очень большой спектр, и стараются обхватить так, чтобы каждый спасатель, он имел какие-то профессии, которые дополняли бы весь отряд. То есть должно быть определенное количество профессий, и определенное количество людей, владеющих той или иной профессией в отряде. Чем больше, тем лучше. Обучают этому? Ну, вот, допустим, человек кинолог, а ему захотелось сваркой позаниматься. Не всему. Выделяются квоты. Например, каждый год там на водолаза должно поехать два человека от отряда. Выделяются квоты и едут обучаться. Если квота не выделяется, например, на сварщика, то человек может обучиться сам. Где-то там может не хватать мест, например, в ком-то колледже, но ему очень нужны люди. Они могут бесплатно обучить. Почему нет? Человек идет, обучается, конечно. Каковы условия для отдыха? То есть обеды, перекуры? Да, обеды, перекуры обязательно. Это важная часть работы. Без них работа не состоится. Ну, в этом нас не обделяют. Если мы возьмем как шире, то в командировку нам выдаются продукты. На качество обычно не жалуемся. Собственно, весь спектр углеводов, жаров и белков, он у нас есть. Если мы берем про отпуска, ну, отдых, да, то каждому спасателю выделяется 39 дней, плюс командировочные еще дополнительно дни, плюс если ты сдаешь кровь еще дополнительно, каждый день кроводачи еще два дня к отпуску, плюс если ты начальник смены тебе еще, то есть там до двух месяцев спокойно может набегать за год. Как обстоят дела с соблюдением техники безопасности? Случаи травматизма случаются? Да, случаются. Вот у меня на памяти только один человек, он пальца лишился. И какие последствия? Последствия ему выплатили, там, какую-то компенсацию, я, честно, не знаю. То есть такое, что вот я не припомню, честно. Бывают разные ситуации, и особенно у водолазов, очень много непредвиденных всяких вещей, что связано с дном, с течением на реке, с видимостью, с оборудованием, опять же, если где-то шланг начнет троить или на прот, воздух перестанет поступать. Ну, сейчас слово, прям вот, чтобы что-то серьезное, вот только про палец помню, такого не помню. Ну, значит, техника безопасности соблюдается, раз все есть последствия. Ну, там, на самом деле, я даже не представляю, какая вот может быть в МЧС техника безопасности, то есть, если какие-то постоянные экстремальные условия, какая там может быть техника безопасности? Они не прям постоянные. То есть, рядовой выезд, обычно, он не связан с риском для нас, он связан с риском для пострадавшего, в первую очередь. Если какой-то крупный, вот опять же, пожар, да, берем, вот у нас было, как мы в Амурской области убегали от верхового пожара, потому что наших сил не хватило. Ну, обычно стараемся справляться по мере поступления. Наверное, вы имели в виду вопрос, то, что существует ли какая-то, ну, какой-то алгоритм действия, да, спасателя. Ну, да, в том числе. И именно для техники безопасности. Он существует, то есть, в первую очередь, спасатель не должен стать спасаемым. Ну, и всегда перестрахуйся. Всегда группами действует. Да, всегда работает группа, один человек, у нас даже смена не имеет права выезжать, если один человек, то есть, минимум, два человека должно действовать. Ну, один страхует, второй работает. Например, в основном, весь перечень, он у нас связан с пострадавшими, чтобы не причинить большего вреда. Вот, например, если мы работаем при ДТП, то просто так из окна человека никто дергать не будет, особенно если у него там зажаты ноги или там перелом других конечностей, перелом шеи, будет по максимуму разбираться машина так, чтобы пострадавшему причинить меньше вреда. И это все у нас оговорено, все эти алгоритмы, они прописаны. Все это мы отрабатываем на тренировке. Но, опять же, каждый случай, он всегда индивидуален. То есть, найти такое, что два случая полностью похожих, их не бывает. Поэтому тут важнее даже незнание алгоритма, насколько умение проявлять смекалку, работать головой. Я бы так сказал. А вот тренировки какие они проводятся? Тренировки у нас есть сезонные, есть годовые. То есть, годовая сдача идет в Москве, сезонная, это региону, ну, Хабаровского у нас центра. А что туда входит в эти тренировки? Физподготовка, теория. Теория – это работа со связью, работа с картами, медицина. Что там еще у нас? А, работа с веревками. Ну, и другие разные вещи интересные. И также практика, то есть, всегда разная, какой билет. Ну, там по билетам это спасение пострадавших, например, из каньона или там где-то в горах. Ну, обычно идет отработка в горах, обычно. И также ДТП. Пожаротушение тоже, да? Пожаротушение. Ну, мы в зданиях не работаем. Нас могут привлекать только как на хранение объектов. Мы работаем только с пожарами в лесу. А курьезы какие-нибудь случались? Вот я иногда смотрю, там, как спасают, там, котенка кого-нибудь из трубы вытаскивают, голова застряла. Да, бывает разное. Я даже не знаю, что можно говорить на камеру, а что нет. Ну, например, я вспомнил, не мы, правда, работали, это другая служба, как человек, мусоропровод провалился. То есть они долбили стену, вырезали мусоропровод, вытаскивали. Бывает такое, что человек наступил в ведро, и у него там нога застряла. Это прям как в мультфильмах. Ну, фильмы-то всей жизни берутся. Да, бывает, да. Бывают разные случаи. Дети очень часто ерунду какую-нибудь делают, там, то кольцо наденут, потом снять не могут. Только они провалятся, застрянут. Бывало, что в окне ребенок застрял. Вот. Понятно. Ну, слава богу, все обошлось. Вот, на ваш взгляд, какая зарплата достойная для работника МЧС? Зарплата сама по себе белая, там, серая. Условия, выплаты? Ну, зарплата у нас всегда белая. Серая вообще, ни серая, ни черная у нас не бывает. Задержки бывают? Задержек не бывает. Зарплата, ну, государственная структура все-таки. Издельный или оклад? Оклад плюс остальное добивает премиум. То есть, оклад у нас составляет меньшую часть. Остальная вся зарплата – это дальневосточные выплаты, выплаты за ночные выплаты, за командировки, премиальные и кучу-кучу всего. Также за то, что ты находишься постоянно в оперативной готовности, тоже небольшой процент. Ну, зарплату, я считаю, недостаточная. Даже очень. У нас даже спасатели международного класса, это самый высший класс, ну, у них там зарплата в среднем 40 тысяч. То есть, это даже смешно сказать. Человек, который много лет отдал этой профессии. Маленькая, конечно. Да. Но с другой стороны, чем можно оправдаться? Оправдаться можно тем, что у нас идет опять же сутки, остальное все время мы отдыхаем, и зачастую ребята подрабатывают, это нам не запрещено законом. Опять же, подрабатывают как по специальности. Есть куча работы на веревках, у нас куча высотных зданий. Есть также работа с детьми и научная деятельность, она наоборот только восхваляется в этом плане. Вот. Ну, что там говорить про спасатели? Те, которые поменьше классностью, это... То есть, там, от 30 идет. То есть, вот эта вот единица, она называется отряд, получается? Да, отряд. Поисково-спасательный отряд. Поисково-спасательный отряд. И вот сколько человек в этом отряде? Спасателей на данный момент 27. И вот они... Это отряд, получается? Да, и представители администрации, то есть, куда входит и начальник, и замначальника. Там сколько, 6 человек, по-моему, получается. Он располагается где-то в городе, в черте города, правильно? На русском острове, да. А кто-то, может быть, там в общежитии предоставляется, нет? Общежитие? Да, ну да, можно предоставить общежитие. Если кто-то захочет остаться, допустим, на базе, ему неудобно. На базе есть спальные места. Если какой-то спасатель по договоренности с начальником, конечно, может остаться. Ну, начальник у нас такой, что он никогда не отказывал. На моей памяти, по-моему, ни разу, ни в какой просьбе вообще не отказал. То есть, в этом плане повезло. Если мы берем высшее руководство, то я как бы не знаю. Очень много вопросов. Ну, хотелось бы про ЧС, например, сказать. То есть, у нас система, она заточена на что? На то, чтобы все горело. Пока у нас пожары горят в той же самой Амурской области, или в Якутии, или в Сибири, будут выделяться средства. Если не горит, значит, средства не выделяются. Значит, единицы реагирования, они не выезжают просто, потому что нет денег. Там определенные есть квоты, как они считаются, точно не знаю. Но суть в том, что заточено у нас все не на профилактику, а на уже решение проблемы. Если бы те же самые средства, например, нас, и там лес, авиа, охрана, затачивали под профилактику, то есть, минограждение. Прошелся один трактор вокруг деревни. Пожалуйста, уже есть минполоса, уже пожару труднее пройти. То есть, как в советское, наверное, время и делалось. Да, как в советское время и делалось, конечно. Тогда не было МЧС. МЧС создали уже под закат в 90-м году. В 91-м, по-моему. 27 декабря 90-го года. То есть, это уже прямо на пороге 91-го года. Суть в чем? Раньше всем этим занималась гражданская оборона и также внутренняя пожарная охрана. То есть, выделяли земли, проводилась профилактика. Проводилась профилактика зданий. Средилось то, чтобы проводка вовремя, например, менялась. Для того, чтобы газовое оснащение то же самое было в должном виде. Если мы посмотрим ту же самую статистику взорванных от газа домов по России, сейчас их порядком больше. Их будет больше, потому что аварийного жилья становится больше. Соответственно, и все остальное приходит в негодность. То есть, чрезвычайные ситуации в советское время просто-напросто предотвращались? Ну, конечно, не все. Это же невозможно все предотвратить. Но существовал, так скажем, определенный лимит, вероятность. Сколько из них может произойти, так скажем, вне системных ошибок. А сколько из них будет предотвращено. Вот сколько у нас сейчас вне системных ошибок может произойти. Ну, порядком больше, потому что система, она все больше с себя ответственности снимает. Мы вспомним зимнюю вишню, посмотрим на наши черемушки. Может повториться? Да легко. Конечно. Вспомню в 2005 году, как на Гоголя горело административное здание. То есть, в чем там была проблема? Ну, опять те же самые проблемы. Опять никакой профилактики не проводилось. Я, конечно, не берусь, потому что, ну, сказать про 2005 год, потому что я не видел. Но по словам, там просто они на этаже организовали сборщик хлама. То есть, там двери какие-то, там кабели-каналы, пластмассы. Ну, и там же рядом устроили курилку. Неизвестно, из-за чего произошел пожар. И второй выход, насколько я знаю, вроде был закрыт. Ну, он и был завален. Зимнюю вишню берем. Опять же, один выход был открыт, хотя три аварийных были заперты. Тебе, пожалуйста. Тут не надо быть специалистом для того, чтобы критиковать это. И тут даже не столько проблема во власти, сколько в нас самих тоже. Власть, конечно, львиную долю ответственности за это несет. Но граждане, которые могут ответить за ближнего, за своего, например, чтобы школьные идут, школьники, например, да, и другой школьник решил по льдинам попрыгать. То есть, у одного может возникнуть мысль, этого же делать не стоит. Зачем? Они, ну, может не остановить, и зачем? Я же, главное, в тепле, а он, как бы, то его ответственность. Общественное бытие определяет общественное сознание. Конечно. Я просто к чему говорю, то, что очень много сейчас системников, да, вот надо всю систему менять, систему менять. На кухне сидят, говорят, надо систему менять. Ну, я, например, не жил в Советском Союзе, родился уже, когда он перед самым развалом. Ну, не пожил в сознательном возрасте. Я, ну, я могу открыть передачу «Взгляд», и постоянно там трубили, ну, конец, конец 80-х, да, там постоянно трубили, потому что систему надо менять, систему надо менять, но никто не ответил, как ее надо менять. Ну, вот сейчас мы поменяем систему, поменяем систему, как говорит Навальный или другие ребята, что станет легче, мы же не хотим. Нет, если будет Навальный, то система-то останется прежней. Хорошо. Я, ну, немножко не так выразился. Я говорю к тому, что каждый бытовой человек мыслит систему, то, что надо систему менять, но не каждый бытовой человек доводит до конца мысли, как ее правильно поменять. Сталкиваясь с мнением, то, что Третьей мировой войны не может быть, потому что у нас сейчас есть спутники, есть телефоны, есть интернет, как она может быть возможной, если у нас все есть. Но я просто, когда учился в универе, никогда не забываю старую добрую пословицу «Чем больше снаряд, тем толще броня, чем толще броня, тем больше снаряд». И это будет всегда, неважно, какие технологии будут в нашем обществе. Ну, еще другая поговорка «Хочешь мир и готовься к войне». Да, и это будет всегда, неважно, какая война, может быть, это будет война классовая или расовая, религиозная, какая разница. Человек всегда найдет способ для того, чтобы делиться в любом обществе. Классовая война у нас всегда, ну, классовая борьба у нас всегда идет. Всегда была, есть и будет, абсолютно. Расовая – это уже, можно сказать, можно отнести к империалистической войне. Потому что войны развязывает капитализм в XX веке и в XXI веке, по большому счету. И не народ, не просто какой-то абстрактный народ развязывает, а определенные классы этих народов. Я бы поделил так, что есть фальшивые войны за фальшивые ценности. Религиозная, расовая. А есть война за свои ценности, за свои права, за свои свободы, истинные права и свободы, и за светлое будущее. Ну, всегда мы воюем, конечно, за светлое будущее, в любом случае. Но есть истинные ценности, а есть фальшивые. Ну, вот истинные – это как раз они проявляются в интересах большинства. Да. Интересы большинства – это… Интересы человечества. Интересы большинства. Которые представляет наиболее передовой класс – это пролетариат. Пролетариат, конечно. Сколько выходных реально выходит у работника? Как выходные оплачиваются? Отпуск какой? Ну, отпуск по-среднему, выходных, как я говорил, уже не бывает, потому что это посуточная работа. То есть могут только освободить 8-часового рабочего дня. Тут, собственно, ну, ничего такого я не скажу. Отпуск по-среднему, выходные. Выходных не бывает. Если надо на больничный отлучиться, с этим проблем не бывает? Нет, с этим проблем не бывает. Предоставляешь справку без проблем. Ну, я не помню, чтобы кого-то там из больничного отпускали. Единственное, что, например, если ты сдаешь кровь, то не освобождает, потому что тебе это идет к отпуску. Ну, как могут освободить суточные работы, у тебя есть свободных 3 дня, в них как бы и сдавай кровь. Нет, то, что связано с льготами, проблем нет. Проблемы в другом. В том, что оклад низкий. Низкий оклад ниже премия. А у нас оклад это примерно 40% минимально, сколько возможно по закону. То есть что-то не так. Вот, например, был у нас такой начальник в региональном отряде. Он говорил так, что надо наказывать рублем. Куда рублем уже цена? Как бы зарплата уже и так ниже некуда. Как еще можно рублем наказывать человека? То есть хотели какие-то там штрафы ввести? Он пытался, да, пытался. Но коллектив это отверг. Молодцы. И все, собственно, это отвергли. Он сам понял, что это метод нерабочий. То есть как можно наказать сотрудника? Ну, можно вывести на 8-часовый рабочий день. Это самое худшее наказание. После того, как человек привык уже, у него все распланировано. Там, в свободный день он там едет с семьей, там, то больницу, то еще куда-то. У него отдых, то подработка. Вывести на 8-часовый рабочий день, у него все рушится. Очень быстро человек может сдаться. Не, ну штрафы это, конечно, чисто буржуазный способ. Конечно. Ну как можно человека лишать этого? Я понимаю, что можно решить человека премии. Но премия это дополнительная оплата. Но у тебя должна быть и зарплата достойная, чтобы эта премия... А как можно зарплату урезать? Это свинство. По-другому не назовешь. Он же не только себя кормит. У многих есть семья и дети. Они же в этом не виноваты. Каким бы плохим работник не был. С одной стороны. Вот. Мы же, кстати говоря, не поговорили насчет достойной зарплаты. Ну давай просто посчитаем в данный момент, сколько нам нужно, чтобы достойно зарабатывать. Хотя бы основные. У нас жилье. То есть берем по минимуму, да, если жилье свое, то это коммуналка. Коммуналка тысяч сколько? Ну двухкомнатная квартира, берем 8-10 тысяч. Зимой... Ну вот у тебя сайк... У меня двухкомнатная, да. Вот сколько ты коммуналку платишь? В среднем около 5-6. Ну и естественно я туда включаю интернет. То есть и телефон. И зимой плюс еще отопление, да? Зимой отопление. Ну около 6-ти. Зимой побольше, естественно. Летом поменьше. Ну где-то 5-6. Хорошо. Ну вот 6 тысяч. Еда. На себя, на семью. По минимуму, да, берем? Ну 12 тысяч, хорошо. 10-12 тысяч. Ну этого совсем мало, конечно. Вот как минимум, наверное, 20 надо. Если два человека только в семье. Ну хорошо. Ну у меня, например, там с огорода очень много овощей. Поэтому у нас чуть поменьше получается. Ну хорошо, берем 20 тысяч на семью. Если два человека. А если мы хотим еще ребенка? И не одного, а трех. Потому что мы же вымираем сейчас. А чтобы мы не вымирали, нам надо, чтобы три было человека. Хорошо. То есть если... Это около 45-ти. Молодой специалист и уже такой семейный. Хорошо. Значит... Ну если никто не работает, конечно, будет. Если мама работает, то никто меньше. Если только один отец работает, зарабатывает. То есть 40 еда, 10 коммуналка. Плюс нам надо же еще как-то культурно образовываться. То же самое кино, театры. А еще одежда. А еще одежда. Утюги ломающиеся. Утюги. А еще здоровье бывает. Еще нам захочется, может быть, сделать ремонт. Ремонт зубов в том числе. И медицинские затраты. Ну, значит, работник должен там сколько... Ну, мы насчитали. Плюс на себя. Там купить тетрадку, например, написать стихи. Самая минимальная. Или там порисовать картину красками. Может быть, человек занимается музыкой. Ему нужно какое-то оборудование. Хотя бы самое дешевое. Там можно, конечно, из поролона делать. Там глушители, да? Ну, 120 тысяч человек должен зарабатывать. Да. Хорошо. Если мы берем нашу специфику, то, что это суточная работа, ну, можно 80 тысяч поставить. Плюс в то, что в свободное время человек будет заниматься научной или педагогической деятельностью. Которая тоже будет какие-то там дивиденды давать тому самому работнику. Ну, может быть, 80 тысяч – это, в принципе, была бы зарплата самая минимальная. Мы берем 40 тысяч, мы получаем то, что человек вынужден подрабатывать в свободное время. Если он подрабатывает, значит, его внимание и силы, и время, они начинают разделяться между основной работой и дополнительным заработком. Естественно, на основную работу меньше сил и времени уходит. То есть, чем это чревато? Ну, понятно, что минимальная оперативность отряда, она будет поддерживаться. Техника, инструменты, там, твои личные какие-то вещи. Чтобы у тебя нож был наточен, чтобы фонарик работал, чтобы у тебя веревки были в целости и сохранности. Но если мы хотим сделать так, чтобы отряд еще и работал как в плюс себе, в моральном, чтобы ты получал дивиденды от отряда еще в моральном плане, то тебе надо сделать сборы отрядом, например, там, празднования какие-то. Вместо того, чтобы въехать на подработку, зарабатывать деньги, проводить совместные учения, какие-то дополнительные учения. Вместо дополнительных к основным еще и дополнительно собираться там на сплав, например, или там поиски в лесу, или работа с техникой, со средствами связи и так далее. Плюс к этому нам же хочется еще там провести кабельное телевидение в отряд, чтобы вечером ты мог поставить там шахматную доску, или поставить себе там хорошие какие-нибудь колонки, чтобы у тебя было аудио. Вечером после работы, когда отряд как находится уже, ну, когда смена находится в состоянии, так скажем, плавающем, плавающе-оперативном, должна быть какая-то психологическая разгрузка. Тренажерный зал, кстати говоря, обустроить. Да много чего можно придумать. А так он есть, тренажерный зал? Есть, ну, все есть. Все равно все своими силами, то есть кто-то там гирю принесет, кто-то там штангу. Ну, все своими силами. Именно то, что выделяют средства с профсоюза, и то, что мы там сами там можем скидываться для своих именно нужд, то как бы это все по минимуму. Хотелось бы, конечно, больше. А для этого нужно, чтобы на основной работе человек зарабатывал больше денег, не разрывался между подработкой и основной работой. То есть профсоюз тоже... Профсоюз у нас есть. Профсоюз, как сказать, в таком состоянии он, в принципе, сейчас не нужен, потому что с начальством мы очень хорошо общаемся, начальство всегда нам идет навстречу. Ну, вообще слова сказать не могу. До недавнего времени, пока не пришел наш настоящий начальник, у нас была безотцовщина, постоянно перетрубаться. Одного снимали, второго ставили. Один исполнял должность в Рио на протяжении полутора лет. Это все сказывается на морали отряда всегда. На морали любого коллектива, конечно. Когда безотцовщина, вот мы берем город Владивосток, как наши мэры меняются. Ну да. Если бы был один постоянный или хотя бы сменялись они не в тюрьму, а на пенсию. Хотя бы там могли, может быть, опыт передавать своему новому представителю мэрии. В общем, этот разрыв, он везде сказывается. И всегда у нас сказывается плохо. То есть профсоюз сейчас по большому счету занимается снабжением какими-то деньгами для развития той же подсобки. Да. Ну, деньги же самые, эти же 1% уберутся у нас зарплаты. Собственно, этими самыми деньгами мы и распоряжаемся. Да, именно подсобка. Ну, какие-то нужды такие. То есть что-то надо, решили праздник провести, например. Взяли с профсоюза, имеем право Новый год. Или там детям конфеты раздать. Какие вот отношения между руководителями, инженерно-техническими работниками и простыми рядовыми сотрудниками? Отношения хорошие. Тоже, опять же, я говорю, вот у нас вся администрация, она всегда работает для спасателей, на спасателей. Это не может не радовать. Я не помню тоже, опять же, чтобы нас там с едой обделяли. Или с какими-то, так скажем, чтобы техника у нас не могла выехать по вине именно инженера. Вот такого, как бы, в последнее время я такого не припомню. Я могу сказать про другое, то, что оптимизация, как нас коснулась. Ага. Значит, отряд у нас, когда создавался на прошлом нашем месте базирования, на Басаргина, он рассчитывался, не помню точное количество, но больше ста человек. В итоге у нас в то время осталось, не помню, там, около шести десяти. То есть, что они... А в каком году был? Ну, это вот до, когда был переезд в 2012-м. И так отряд и не дополнили. То есть, за счет того, что была оптимизация, наоборот, у нас представители администрации сократили, то есть, документовед сократили тогда, сократили там помощника инженера, второго врача, по-моему, сократили. Ну, в общем, зачем, как бы, нужны эти люди? Получается, место, вот это было предыдущее, рассчитано на 100 человек, в отряде было около 60, а потом всех посокращали, и можно сказать, наполовину. Вместо того, чтобы набрать еще дополнительных спасателей, сейчас проблема оптимизации коснулась того, коснулась самого главного, то есть, оперативного реагирования. Научились подстраиваться, то есть, у нас всегда есть смена, которая следующая заступает, она у нас в резерве, ну, и в случае чего она может выехать, бывает очень редко, но в случае чего она может выехать. Также есть другие службы, которые могут прикрыть, но это не есть хорошо, то есть, отряд должен быть обеспечен людьми дополнительными. Людей не хватает? Людей не хватает. Один ушел на больничный, второй ушел в отпуск, смена уже оголена, остается 2-3 человека, один на телефоне сидит. Ну, два человека выезжают, все равно это не то качество, не то реагирование. Приезжая на место, если то же самое, там нужно вскрыть квартиру, то есть, поднос, оборудование или развертывание веревок на крыше для того, чтобы спуститься через окно, это все будет сказываться на реагировании. У меня лично был случай, когда я остался один на смене, и прям под носом начали люди тонуть. Ну, благо, благо приехали люди, так скажем, вообще, которые там не на смене, и мы, то есть, вместе своими силами быстренько развернулись. Ну, получилось в то время спасти. Можно сказать, повезло. Ну, не прям повезло. То, чтобы риска все это была. Там, наверное, не было такого риска для здоровья людей. Получилось так, что они находились в зоне залива. Выход из залива переградил катер. А катер бы их в любом случае подобрал. А там, получается, там, где они тонули, были рифы. Ну, катер мог подойти, просто мотор слетел. Поэтому, ну, в плавь просто пустились. Но, опять же, время, с которым мы должны были отреагировать, и которое у нас прошло, это гораздо больше. Ну, естественно, там куча зевак с телефонами засняли, и все это позорище. Вместо помощи сейчас в основном с телефонами стоят и снимают. Кстати, да, это тоже хочется сказать. Например, даже задержание, вот, недавняя, как женщину задержали, то, что маску. Я, конечно, не знаю всех подробностей, но почему не сказать, как бы, товарищи, там, полицейские, давайте, там, поговорим, мы поможем, там, женщины поговорили. То есть, выступить вот этим самым связывающим звеном между милицией, тераполицией и, собственно, самим преступником. Почему бы самим не помочь, не проявить личную ответственность, ну, свою личную инициативу. У нас инициатива наказуема, поэтому никто за нее не берется. То есть, все говорят, вот, надо проявлять здоровую инициативу. А как ты будешь проявлять здоровую инициативу, если ты ее, в принципе, не учишься проявлять? Каждый раз тебя наказывают, в следующий раз человек подумает. На примере расскажу. Человек на Мерседесе ехал, попал в аварию, приезжают, значит, спасатели, начинают разбирать машину. Как я уже говорил до этого, нужно машину максимально разобрать, для того, чтобы не принести вред пострадавшему. Они разбирают ее максимально, снимают крышу, да, ее отгибают там в сторонку, все. Кресло отсоединяют, значит, у него зажаты ноги, панель все отсоединяют, все, передают скорой помощи, скорой помощью занимается, бац, он наклимался. Что за ерунда? Мерседес за 2 миллиона. Подает в суд. Как так? Спасатель, естественно, дело выигрывает. Но то, сколько времени проходит, сколько нервов он на это тратит, сколько времени, он в следующий раз еще подумает, буду ли я эту машину разбирать, вот так, как я это делал. Так, как у меня по алгоритму моему, собственно, записано, как по технике я должен делать. И это постоянно, даже если оно не влияет прямо, оно все равно как червь в подкорке сидит у тебя. Если человек тонет, то ты имеешь право, если он вообще не в адеквате, ты имеешь право даже ударить его по лицу, для того, чтобы привести его в состояние шока, в это время его быстро выдернуть. Иначе он тебя может за собой утянуть. Вот. Это кто-нибудь увидел, заснял, пожалуйста, в суд. Опять же, это прямо, ну, я не помню на моей памяти, чтобы такое было, но это постоянно сидит у тебя в подкорке и постоянно тебя гложет, мало ли что вдруг. Вот этот вот товарищ на Мерседесе, это, конечно... Это же потом отписки... Это какой-то случай из Рядауна, да? Ну, это, я думаю, в большом городе такое только возможно. Как бы в деревне люди попроще. Его спасли, ему оказали помощь, а он еще и написал, да. Есть такие люди. Просто коса на камень нашла. Ну, обычно, как бы, адекватно. Разные есть люди, разные, по-разному реагируют. Есть родственники такие, что вполне адекватно там относятся, когда у них даже дети тонут. Вот. А есть такие, что начинают хай подымать, как, например, судно ушло с арсеньевцами и чугуевцами. Они пошли на рыбалку и не пришли обратно. То есть там родственники, там одна из жен начала такой хай подымать, что вот там вертолеты не летают, так как должны летать. Значит, катера не ходят, водолазы не работают. Короче, все очень плохо. Значит, представители МЧС, они халтурщики, богадулы, алкоголики. Да. Вот такие вот товарищи. Ну, у нас, опять же говорю, в нашей специальности это большая редкость. Если мы берем медиков или правоохранительные органы, у них, по-моему, все очень остро. В интернете каждый день куча информации о том, какие они плохие. Опять же, безграмотные абсолютно журналисты, они расписывают всегда все однобоко. В них нет некой, так скажем, некой художественной, что ли, связи. Они не могут описать человека полноценно. Полноценно. То есть сотрудника того же не могут описать полноценно. Зачастую ты видишь только однобокую картину того, что там какие-то, значит, есть стороны, которые не освещены. Я когда-то думаю, а все понятно, это значит какой-то там каннибал. Вот поэтому он так поступил. Не потому, что человек замешкался, не потому, что он находится в стрессовом состоянии, не потому, что ему нужно очень быстро принимать решения. А зачастую мы, если не подготовлены, да даже если подготовлены, мы в стрессовой ситуации решения принимаем вообще неоднозначные. Мы можем сказать не то слово, мы можем сделать не то действие, где-то обойтись более грубо с человеком, чем должны. Хотя потом тот же самый представитель ОМОНа, который пнул женщину, да, потом он к ней может прийти с цветами и извиниться. А просто в стрессовой ситуации человек себя ведет абсолютно по-другому. Ну вот тот случай, мне кажется, он показателен именно, ну не с лучшей, стороны ОМОНа, то есть там как, в какой стрессовой ситуации? Я не хочу защищать этого человека, но видно, что он идет с опущенной головой. Мельком он видит силуэт человека, это плюс сумерки, ночь. На него вылетает резко, это автоматическая реакция, которую он отрабатывает. То есть дал ногой в живот, потому что ему нужно вести задержанного к автозаку. Я не хочу защищать его, потому что мы уже знаем по факту, как он поступил. Но в той ситуации, в то время, кто бы из нас поступил по-другому, чтобы он начал обнимать ее, или просить о помощи, или как игнорировать. Ты же даже порой не осознаешь, как бы эта женщина была, какого возраста. Я бы сказал, как-то так. Ну, я понял. Ну, в таких ситуациях, мне кажется, если человек занимается этим, он идет, он должен смотреть, не под ноги, он ведет человека. Ну, шлем. И если что-то делать, то, ну, плечом там, я не знаю, как-то. Хорошо, зайдем с другой стороны. А сколько подобных случаев ОМОНовцы не сделали? Мы же этого не знаем, мы же уже знаем только те, которые произошли. Опять же, люди, это все люди, везде люди. И вообще, зачем ОМОН появился? Да? В таком случае, да. Никакое время его не было. Можно спихнуть все на техническую революцию? Нет, можно спихнуть все на то, что это все-таки служба, которая защищает интересы власти, интересы государства. Государство – это инструмент в руках, орудие насилия в руках господствующего класса. То есть, если в советское время господствующим классом был рабочий и крестьянин, то и милиция стояла на страже интересов рабочих и крестьян. То при капитализме это… Власть имущей. Да, это капиталисты. Соответственно, милиция или полиция уже, она стоит на службе интересов капиталистов. Для капиталистов, чтобы осуществлять свою диктатуру капитала, требуется ОМОН. Даже, наверное, по-рабоче-крестьянски бы сказал, если власть имущим выгодно, чтобы полицейский охранял закон на улицах, он будет охранять безопасность граждан на улицах. Если это невыгодно, то полицейский придет защищать Кремль, а не обычного рабочего человека. А тут оно еще даже и неизвестно, как оно будет. Конечно, неизвестно. Да. Колдоговор, коллективный договор у вас, скорее всего, отсутствует, да? Есть. Есть коллективный договор? Там какие-то определенные вещи прописаны, да? Там очень много такой толстый талмуд. Я его весь и не знаю наизусть. Ну, какие-то основные вещи. То есть, расписано. Отдых расписан. В первую очередь, про отдых сразу подумал. Также, как должна осуществляться работа, как она должна оплачиваться. То есть, каждый пункт идет именно обязанности, права и оплата. Обязанности, права и оплата. Всегда. По большей мере, он, в принципе, исполняется. Если из негативных моментов, конечно, всегда нужно эти справки. Справки, справки, справки. Если ты работал в 32-градусную жару, нужна справка. Если ты, значит, работал... Справка, ну, это с метеослужбы берешь, там, выписка тоже в таком-то месте. Была такая-то там аномальная жара. Вот. И как бы в этом месте мы там работали. По наряд заданию смотрят, наряд заданий. То есть, в этом месте работали. Справка, то, что была такая-то погода. Или там такой-то ветер. На воде свои условия. Столько-то баллов. Там, волна. Столько-то баллов ветер. Опять же, водолазные работы тоже. Такой-то температуры вода. Такой-то температуры воздух. Это все тоже учитывается. То есть, если мы берем спасателей, вот кроме водолазов, да? Водолазы по своим работают. Стандартам и правилам. Когда водолаз в роли спасателя, обычно, не водолаза, он по нормам спасателя коллективного договора в том числе работает. А вы сами в какой области? То есть, водолаз или пожарный? Должность у меня спасателя. Также имею дополнительные профессии промальпинист, водолаз и разные мелкие, типа, механика. Могу немного о профессии водолаза, в принципе, рассказать. Обычно это поисковые работы. Обычно это утопленник. Как еще ходит поговорка, то, что водолаз еще ни одного человека не спас. Это, в принципе, про нас. Бывают, конечно, случаи из ряда вон выходящие. Но это один случай в мире за 15 лет, наверное. Как-то утонул корабль, водолаз шел случайно. Встретил Кока, который в завоздушном пространстве остался в живых. Да. Есть такое в интернете, кстати, можно найти. Ну, суть в том, что обычно это поиск. И обычно это поиск в ограниченном видимости. То есть, там, полметра видимость. Это считается круто. Редко, когда видимость очень большая. У нас, например, в наших заводях всегда дно, оно не такое, как показывают в фильмах. Обычно это грунт вперемешку с песком, с глиной. И все это подымается, там, при волне, например. Считываем видимость мы разными способами. У нас есть эхолот, на большом пространстве это легко. Но легко найти машину, там, яхту легко найти. Человека ты эхолотом не найдешь. Нужно специальное оборудование, более дорогое. Его пока нам не выделили. Вот, работаем на более старых. А, мы, кстати, не поговорили еще про, были ли случаи борьбы. Один случай был, и мы отстаивали своего старого начальника. Когда он вошел в конфликт с руководством, которое выше, которое, собственно, его и поставило изначально. Начали судебные разбирательства. Мы тогда как раз были в командировке. Написали мы общее письмо от отряда, в котором почти все подписались. Собственно, вся наша борьба, она свелась к тому, что потом начальник сам по собственному ушел. Потому что возраст у него уже был не молодой, а он сам бывший военный. И сердце начало подводить. Сейчас, ну, как бы на таблетках человек живет. Суды-то он выиграл, но результата это не принесло. Это, может быть, ему принесло результат. Мы тогда, как коллектив, наверное, были в состоянии... Так-то коллектив, он в целом дружный. Но, например, дать общий отпор, как оказалось, мы были неспособны. Не было какого-то единства. Даже люди, которые как раз-таки поднимали все эти вопросы, более старые спасатели, они тоже оказались мобилизовать отряд не в силах. То есть все закончилось только вот в описании коллективного письма. Они пошли другим путем, просто начали его изживать по здоровью. Ну и по здоровью, собственно, он ушел. Много чего можно было, с одной стороны, придумать. Можно было снять фильм, можно было снять коллективное видео, обращение. Можно было обратиться в профсоюзы. Профсоюзы у нас это не было на тот момент. Он был до нас, но потом он развалился. Могли обращаться в различные партии, которые в рабочие партии. Ну, как время показало, что ребята своего, в общем, добились. Они сняли начальника, потом опять брожение, потом опять временный начальник. Потом наконец-то вот стал наш начальник и все более-менее утряслось. Как-то вот он смог сбалансировать между коллективом и высшим руководством. Опять же, выиграли от этого только спасатели. Все, собственно, больше на моей памяти такой борьбы не было. До меня было, знаю. Но за них я не буду ручаться. Спасибо, Иван, за такую содержательную беседу. Я думаю, еще встретимся. Надеюсь, еще встретимся. Наверное... Поговорим, какие-то еще тонкости обсудим. Я хочу сказать, я согласился на это интервью. Надеюсь, что это станет началом для чего-то большего. Мои коллеги, конечно же, его не одобрят, потому что не любят вот эту всю писавщину. Там ребята более консервативные. Кто-то скажет более грубо. Но я сюда пришел для того, чтобы, возможно, каким-то людям, которые сомневаются и ищут ответы. Может быть, они эти ответы... Может быть, я им помогу хоть как-то на шаг приблизиться к этим самым ответам. Потому что кто-то так же долбился в стену, позорился для того, чтобы я когда-то узнал о своих правах, наверное, больше, чем узнал раньше. Спасибо и вам. Спасибо, Вячеслав.